Ни одна поездка на море не сравнится с каникулами, проведенными в лагере, уверен Александр. Здесь он отдыхает шестой раз. Из-за ковид-19 дату открытия оздоровительного центра откладывали. О том, что заезд первой смены все же состоится, узнали за две недели. Очень сложно было поверить в то, что смену все-таки смогут организовать. И, в общем, просто рад здесь находиться с друзьями, с которыми уже не первый год встречаемся. Есть что-то в лагере особенное, что хочется приезжать сюда снова и снова. Измерение температуры два раза в день – массовое мероприятие только на свежем воздухе. Чтобы исключить риск заражения ковид-19, родительские дни в лагере отменили. Но это школьников только порадовало. Ну, а впервые в жизни живу без родителей. Я тоже. Покидать лагерь на выходных не смогут ни школьники, ни персонал. Всю смену они будут проживать на территории оздоровительного центра. Заезд всех детей осуществлялся, и в том числе сотрудников осуществлялся в одномоментно. В один день персонал, помимо обычного обследования наличия, обследовался на новую коронавирусную инфекцию. В помещениях количество контактов между детьми постарались свести к минимальному. Столовую посещают отряды только по очереди. Конечно, детям это непривычно, но мы прививаем им и правила гигиены, часто мытье рук, и чаще производится проветривание помещений. Этим летом лагеря будут работать в три смены, каждая по 14 дней. Несмотря на эпидситуацию в регионе, желающих отдохнуть в оздоровительных центрах стало больше. Дети соскучились с подружной компанией. Ксения Дегтярева, Антон Латышев, События дня.